Девушки отдыхают Это недоступность саневого ресурса, это транспортные проблемы. Объединение «Сибирь без границ» обсудило в числе прочих проблемы предпринимательства в сфере лесопереработки и сбыта древесины. Быть ли Каннскому международному видеофестивалю Каннским? Организаторы всерьез озабочены отсутствием официального разрешения от городских властей на проведение у нас мероприятия. Традиционно принимают участие все школы города и все школ команды по 16 человек, 8 мальчиков и 8 девочек. Каннские школьники приняли участие в муниципальном этапе президентских состязаний. Жюри оценивало спортивные соревнования, теоретические и художественные конкурсы. И теперь обо всем подробнее. Вечером 17 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» погиб мотоциклист. В настоящее время полицейские проводят расследование по факту этого происшествия и устанавливают причины страшной аварии. Столкновение, ставшее смертельным для 32-летнего водителя мотоцикла «Ямаха», произошло в воскресенье вечером на 1042-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». Мотоциклист двигался в направлении Красноярска. Что стало причиной аварии, в настоящее время выясняют сотрудники полиции. Был в застегнутом мотошлеме, имел право управления транспортным средством соответствующей категории. На 1042-м километре данной автодороги водитель по неустановленной на настоящее время причине допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «МАН» с полуприцепом. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. Проверку по факту ДТП проводит следственный отдел межмуниципального отдела МВД «Российканский». Госавтоинспекция в очередной раз обращается ко всем водителям мототранспорта с просьбой быть более внимательными и ответственными на дороге, соблюдать все требования правил дорожного движения. Что касается соблюдения безопасной скорости, то здесь сам Бог, как говорится, велел водителям мотоцикла соблюдать безопасную скорость, потому что, во-первых, это транспортное средство двухколесное, неустойчивое на проезжей части. И, во-вторых, здесь водитель ничем не защищен, то есть получает при ДТП, как правило, тяжелое телесное повреждение или гибнет. Мотосезон только начинается, и самое время о страшных последствиях таких аварий задуматься родителям несовершеннолетних детей, прежде чем доверить им управление мототранспортом. Ольга Величко, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. В Канске состоялось совещание межрегиональной общественной организации предпринимателей «Сибирь без границ». В стенах технологического колледжа собрались представители государственных и бизнес-структур с восточной зоны края, а также экологи, работники прокуратуры и Министерства природных ресурсов и экологии. Тему продолжит Татьяна Лисогор. Цель организации «Сибирь без границ» – объединение усилий предпринимательских структур с целью развития малого и среднего бизнеса, лоббирования интересов предпринимателей и улучшения благосостояния жителей Сибирского федерального округа. Именно проблемам предпринимательства в сфере лесопереработки и сбыта древесины была отведена основная часть встречи. Это недоступность саневого ресурса, это также сейчас транспортные проблемы. Очень много, во-первых, ну, наверное, самая большая проблема – это все-таки отсутствие финансов. Остро оговорили тему пожароопасного сезона, который введен в регионе уже с 1 апреля. А вот вопрос, который больше всего волнует жителей Каннска – о сжигании отходов лесопиления – был поднят, к сожалению, в последнюю очередь. Упомянули и о петиции, подписанной сотнями горожан и отправленной в Красноярск, и о термоточках, которые по-прежнему существуют в Каннске, и о мерах наказания нерадивых предпринимателей в виде штрафов. Отметив, что за незаконную утилизацию им нужно будет отвечать. По этому поводу в городе уже проведено несколько совещаний. Однако никаких конкретных мер для решения данной проблемы представлено так и не было. Ну, это должны заниматься, во-первых, не только там глава района, это все вместе – правоохранительные органы, прокуратура. Значит, есть у нас МЧС, МВД, которые проверяют. Сейчас вышло постановление правительства, подписанное Виктором Петровичем Томенко, а с 15-го числа внести особый режим, противопожарный режим, где обходы делают постоянно, значит, и, конечно, привлекать данных нарушителей к административной, если есть необходимости, головной ответственности за нарушение противопожарного режима. Для Каннска предпринимательство в лесной промышленности – одно из основных видов деятельности, ведь в городе насчитывается около ста индивидуальных предпринимателей и организаций. Но законной утилизацией занимаются не все, и, как следствие, вечно горящие кучи отходов, лесопереработки и город в дыму. Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5-й канал. На днях были озвучены программы и даты проведения 15-го Каннского международного видеофестиваля. С 21 по 27 августа под девизом «Гений места» пройдут показы короткометражных фильмов и сопутствующие театральные, поэтические и архитектурные мероприятия. Правда, есть вероятность, что фестиваль может поменять прописку и пройти не в Каннске. Бессменные организаторы видеофестиваля заявили, что у них появились сложности с его проведением именно в Каннске. Такая ситуация возникла впервые с 2002 года, то есть с тех пор, как мероприятие международного уровня прописалось у нас в городе. По словам директора видеофестиваля Павла Лобазова, с которым мы связались по скайпу, фестиваль уже месяц как обратился с официальным письмом городским властям с просьбой оказать содействие. То есть предоставить площадки для показа фильмов и проведения других мероприятий. Ответа нет, отсюда и некая неопределенность. Где проводить фестиваль? В этом году очень большие сложности. Мы сейчас все это делаем на свой страх и риск. Мы еще стопроцентно не уверены, как и где будет проходить в этом году фестиваль. То, что он будет, это стопроцентно, потому что работы собираются. Но где и когда, это пока непонятно. Поклонники фестиваля уже организовали в социальных сетях опрос относительно того, нужен ли городу Каннский видеофестиваль. Они боятся, что нынешнее молчание властей может означать осознанную позицию неоказания поддержки по сути брендовому для города мероприятию, благодаря которому о Каннске узнают люди по всему миру. Даже если учитывать позицию тех, кто оспаривает ценность происходящего в городе в дни видеофестиваля. Конечно, есть, скажем так, спорные арт-объекты, которые у всех на слуху. Это колокольня, например. Ну, опять же, это такая фишка города, про которую можно говорить, что-то обсуждать. Если не будет вообще арт-объектов, ну что, ну будет у нас серый, скучный город. Арт-объекты Международного Каннского видеофестиваля хотя бы как-то, ну, разукрашивают наш город, делают его нестандартным, не таким, как все. Окончательное решение по фестивалю, его проведению или не проведению в Каннске, еще не принято. Организаторы ждут ответа городских властей. А пока высказать свою точку зрения на сайте ВКонтакте может любой желающий. Голосование «за» или «против» по отношению к видеофестивалю продлится до 1 мая. 73 человека приняли участие в тотальном диктанте в Каннске. Проверить свою грамотность решили как 18-летние студенты, так и пенсионеры в возрасте 80 лет. В этом году для диктанта был выбран отрывок из неизданной книги детского писателя и поэта Андрея Усачева. Текст посвящен истории Олимпийских игр. Новое предложение. Люди стали писать буквами. Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» охватила в этом году 19 часовых поясов. При этом писали его и в море на известном учебном судне «Крузенштерн», и в воздухе в самолете «Новосибирск-Москва», и даже карельские дайверы подо льдом озера. Что вообще было впервые? В Каннский диктант писали в педагогическом колледже. Мы учились очень давно. Это было, считайте, сколько мне лет. Поэтому, может быть, с пунктацией что-нибудь. Ну, очень прекрасное диктование. Мне так понравилось. И паузы. И вот эти... Ну, собственно, прекрасные диктанты. Школа была закончена 8 примерно лет назад. Вот лично для себя хотелось бы, конечно, узнать уровень сейчас какой. Да, вот у меня... Моей грамотности, вот орфография, пунктуация и прочие вот эти моменты. Вот. Ну, хочется узнать оценку. Вот. А после оценки, естественно, сделать какие-то выводы. Можно что-то где-то и подтянуть придется. Еще до начала участники предполагали, что текст будет легким, раз автор пишет для детей. Однако надежды некоторых не оправдались. В том фрагменте работы под названием «Этот древний-древний-древний мир, который достался Каннску», оказалось несколько географических названий. И участникам акции по проверке грамотности пришлось вспомнить школьные уроки не только по русскому языку, но и по другим предметам. Добавим, что текст состоял из 288 слов, а результаты акции станут известны после 20 апреля. Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы. Президентские состязания в Канске. На какие жертвы приходится идти школьникам, чтобы стать лучшей командой города? Жить с честью, служить с доблестью. Какие работы ветерана Великой Отечественной войны выставили в художественной школе? 60 лет Дому детского творчества. Кто стал гостями юбилейного концерта? Также вас ждут новости спорта и другая полезная информация. Не переключайтесь. Роскошная и элегантная обувь от известного кутерье Пьер Карден подчеркнет ваш уникальный стиль класса люкс. Эксклюзивно в магазинах «Кари». Выбирайте качество, выбирайте вкус, выбирайте хозяюшку. Хозяюшка. Вкусно, как дома. Дачный сезон не за горами. А в РБТ.РУ с 18 по 27 апреля интернет-сцены еще выгоднее. Например, двухкамерный холодильник «Бош» высотой 185 сантиметров по интернет-цене 25 990 рублей. РБТ.РУ Телекомпания «Канс» 5 канал представляет антикризисный проект «Цена вопроса». В новом выпуске программы рассказ о магазине спортивного питания «Атлет», где представлен широкий спектр препаратов, которые помогут усовершенствовать фигуру и улучшить некоторые функции организма. В компании «Левельер» мы выяснили, сколько стоит изготовление корпусной мебели по уже готовым, либо вашим собственным эскизам. «Цена вопроса». Программа об антикризисных предложениях. Мы чувствуем эту связь с детства, с вовремя поданной руки. Всю жизнь мы неразрывно связаны с ними, а они с нами. Без этой связи мы были бы другими. Теперь мы протягиваем руку. Страховые взносы в пенсионный фонд – это пенсия наших родителей, бабушек и дедушек. Завтра взносы будут делать наши дети и внуки. Солидарность поколений – основа пенсионной системы. Пенсионный фонд России. Мы продолжаем выпуск. Завтра, 20 апреля, выходит в свет очередной номер нашей «Полезной газеты». Основные темы этого выпуска связаны с проблемами в сфере ЖКХ. Состояние жилого фонда благоустройства «Бродячие собаки». Читайте в «Полезной газете» материалы на самые злободневные темы. Не праздничное настроение. Какого преображения ждут от Каннска горожане в преддверии его 380-летия? Бродячие собаки и страшно и жалко. Почему в городе не решается проблема с бездомными животными? Безнадежный ремонт. Почему подрядчик не приступает к восстановлению обрушившейся стены в общежитии номер 27? Также вас ждут рубрики «Власть, инструкция по применению», «Здоровье», «Детская страничка» и «Канскбиография». Ищите на страницах «Полезная газета», «Анонс мероприятий», «Программу 5-го канала», «Десятки выгодных вакансий» и другую актуальную информацию. Читайте «Полезную газету» и «Здание», которое мы делаем для вас и вместе с вами. Во всех российских школах в эти дни проходят президентские состязания. Накануне в лицее номер 1 состоялся муниципальный этап. Он включал спортивные соревнования, теоретические и художественные конкурсы. Все эти компоненты в президентских состязаниях являются обязательными. Как боролись за звание лучшей класс команды ученики школ «Канска» расскажет Евгений Гомзюков. В соответствии с указом президента Российской Федерации в нашей стране ежегодно проходят президентские состязания. Целью проведения таких мероприятий является пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. Первый этап состязаний прошел на уровне школ. Традиционно принимают участие все школы города, из всех школ команды по 16 человек, 8 мальчиков и 8 девочек. Что замечательно, что в этом конкурсе участие принимает класс команда. То есть все 16 ребят должны быть из одного класса. И вот в каждой параллели класс команда от школы победительница принимает участие в муниципальном этапе. Победитель муниципального этапа выезжает на региональный этап и защищает наш город. Обязательными видами программы для всех классов команд являются спортивное многоборье, веселые старты, теоретический конкурс и музыкально-художественная композиция. Отказ класса команды от участия в любом из обязательных видов программы аннулирует занятые места во всех видах программы. Я участвую в соревнованиях за гимназию номер один. Я участвую в прыжках в длину, растяжка, челночный бег и творческий номер. Ребята ответственно подошли к подготовке к конкурсу. Участие в подобных мероприятиях престижно для учеников всех школ. Недели тренировок не прошли даром. По предварительным итогам наши школьники лидируют в своем регионе. Ребята очень подготовились. Все по неделям готовились и готовились. Прямо и физически, и для конкурса творческого. Было много синяков. Всего было много. Кому-то даже родители говорили, что там избивают и так далее. Творческий конкурс – обязательный элемент программы. Его тема – Россия, Родина моя. Класс команды исполняли музыкально-художественную композицию, дающую представление об истории родного города, о значении русского языка, о современных достижениях спортсменов. Для раскрытия этих тем ребята исполняли песни, танцевали, использовали элементы различных видов спорта. По итогам двух дней пятой и шестой классы пока лидирует команда лицея номер один. В рамках акции «Жить с честью, служить с доблестью» приуроченной ко дню ветерана органов внутренних дел в детской художественной школе открылась выставка картин принадлежащих кисти ветерана Великой Отечественной войны полковника милиции в отставке Леонида Зверева. Первыми выставку посетили и оценили работы художника-любителя, сами будущие живописцы и наша съемочная группа. Леонид Константинович Зверев прослужил в органах внутренних дел более 20 лет, пройдя путь от милиционера взвода до руководителя дивизиона вне ведомственной охраны. Бравая стать и закалка бывшего командира орудия истребительного противотанкового полка, участвовавшего во взятии Кёнигсберга, сразу завоевали уважение сослуживцев. Войну закончил в Кёнигсберге, имеет множество наград, как орден Красного Знамени, орден Великой Отечественной войны, за освобождение Германии. Потом после войны служил в полиции, в милиции, более 20 лет отслужил, начинал службу рядовым и закончил до командира дивизиона вне ведомственной охраны. Служился до полковника, полковник ушел в отставку. Необычное увлечение стража порядка изобразительным искусством всегда вызывало неподдельный интерес окружающих. Картины художника-любителя привлекли внимание и на этот раз. Будущие профессионалы, воспитанники художественной школы, высоко оценили работы Леонида Зверева. Мне кажется, они ничем не отличаются от работ, которые сделаны профессионально. Все работы, которые я обычно смотрю, мне все они запоминаются чем-то. Эти запоминались яркими красками. Мне понравилась встреча с медведем, там собачки такие красивые и сам медведь. Мне понравилось, где изображен маршал, потому что не столько работа выражает смысл картины, те годы, пришедшие. То есть, для меня это стимул такой, что я хочу тоже выучиться и научиться так рисовать. Вообще, выставка работ любителя проходит в художественной школе впервые. Здесь часто выставляют картины именитых мастеров. Юным художникам есть чему поучиться у Леонида Константиновича. В каждом пейзаже отражается любовь к своей малой родине, любовь к Сибири и настоящая увлеченность творчеством. В наших стенах нашей школы впервые проходит такая выставка. Тем более, человека, который служил в милиции, в полиции, и который занимался всю жизнь искусством, и не только писал работы маслом, но и писал стихи. Это очень дорогого стоит, мне кажется. И, несмотря на то, что эти работы выполнены любителем, они, в общем-то, очень хорошего качества и содержания. К сожалению, на выставке представлено только семь работ автора. Хотя творчеством он занимался всю жизнь. Сохранилось немногое. Большую часть своих картин Леонид Зверев дарил друзьям и знакомым. Ольга Величко, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Накануне юбилей отметил Дом детского творчества. Сегодня это современное учреждение дополнительного образования, где занимается более тысячи канских ребят. Дом детского творчества работает по пяти основным направлениям. Это художественно-эстетическая, социально-педагогическая, культурологическая, физкультурно-спортивная и эколого-биологическая. Кроме того, активно внедряются новые формы работы, такие как проектная деятельность, программы сетевого взаимодействия, тренинги, мастер-классы, интенсивные школы и квестовые программы. 60-летие Дом детского творчества отметил большим праздничным концертом, почетными гостями которого стали педагоги, воспитанники и их родители. Юбилей – это праздник. Юбилей – это определенный отсчет времени и анализ того пути, который уже пройден. Мне искренне радостно отметить то, что Дом детского творчества имеет свою славную историю, имеет определенные традиции, имеет результаты в работе разных направлений, отмеченные грамотами и дипломами разных уровней. Это радует. Жители Каннска могут не только ознакомиться с приборами Илатомского завода, которые пригодятся в домашней аптечке, но и получить консультацию квалифицированного специалиста. Выставка продажа пройдет в Каннске с 20 по 22 апреля. Об этом подробнее в сюжете далее. Недавно корреспондент Илатомского приборного завода побывала в гостях у знаменитой женщины, военного летчика-испытателя первого класса, заслуженного мастера спорта СССР, Марины Лаврентьевны Попович. Марина Попович начала летать в 1948 году. В 1964 году стала командиром корабля Ан-12. Она первой из женщин-летчиков-испытателей преодолела звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21, за что и получила прозвище «Мадам МиГ». В течение следующих нескольких лет она установила 102 мировых рекорда. Конечно, запредельные нагрузки не могли пройти бесследно. Бывает, что возникают боли в спине. В ходе беседы Марина Лаврентьевна рассказала, что проблемы со спиной ей помогает решать аппарат «Алмак-01». Я спасаюсь этим. Ложусь на 15. Один раз лежало 20 минут. Такое тепло, такое чудо. Может быть, совсем вылечусь. Только с 20 по 22 апреля приобретайте «Алмак» по максимально низкой цене в Ханске. Консультации специалистов ждут вас в аптеке номер 11 губернской аптеке по адресу улица Краснопартизанская, 71. Новости спорта. Воспитанники спортивной школы «Олимпийц» приняли участие в первенстве Красноярского края под дзюдо среди учащихся. За победу на лесосибирском татаме боролись более 200 юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Это представители из 12 регионов Красноярского края, в том числе из Канска, Сосновоборска, Лесосибирска, Бородино и Красноярска. В результате в копилке каннских спортсменов два призовых места. Золото у Екатерины Власовой в весовой категории 48 килограммов, бронзу завоевал Егор Шандер в весовой категории 33 килограмма. Эти спортсмены удостоились права участвовать в первенстве России под дзюдо среди школьников, которое пройдет в июне этого года в Анапе. Вместе с тем обладательница первого места вошла в состав участников спартакеада России среди младших юношей и девушек, которое пройдет в июне в Москве. Тренируются спортсмены под руководством тренера-преподавателя Дмитрия Власова. В завершении выпуска прогноз погоды на среду. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, но также в крае и стране можно на нашем сайте www.3w5kanal.info. Не забывайте заходить на наши страницы в социальных сетях. С вами был Вацлав Малицкий. Всего доброго. До свидания. Читайте в свежем номере газеты «Каннские ведомости». Администрации Каннска выписали штраф за несанкционированные свалки лесозаготовительных отходов – 100 тысяч рублей. Дым над городом давно стал привычным явлением. Поселок Таежный Каннского района, самая крайняя точка на карте территории, пришел в упадок. Туда «Каннские ведомости» отправились вместе с первым заместителем министра сельского хозяйства Красноярского края Александром Походиным и другими представителями власти. Каннск посетили участники патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы». Новости, анонсы культурных событий, репертуар Каннского драмтеатра и самая полная телепрограмма. Сканворд, анекдоты и гороскоп. Все это в газете «Каннские ведомости» – издании, которому можно доверять. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и сегодня я расскажу вам о погоде. Ежегодно, 20 апреля, в России отмечается один из важных социальных праздников – Национальный день донора. Этот день посвящен в первую очередь самим донорам – людям, которые безвозмездно дают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот день посвящен также и врачам, которые проводят забор крови. Приближается пасхальная неделя. Торговая сеть возле дома и магазина «Булочная» желает, чтобы ваш дом наполнился уютом и благополучием, а мы готовы наполнить его ароматом свежей выпечки и кондитерскими изделиями. Вкусная традиция – готовить к пасхальной неделе ароматную красивую выпечку. Пышные куличи, вкуснейшие кексы, торты и пирожные, расписные пряники, печенье ручной работы и воздушные капельки безе. Пасхальная выпечка во всех павильонах торговой сети возле дома и в магазинах «Булочная» на 40 лет октября 52 и «Эйдемана» 22. 20 апреля солнечно, ветер северо-западный, 6-9 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров трудного столба, температура ночью 0 плюс 3, днем плюс 4, плюс 8. С вами была Татьяна Горань. Желаю вам отличного настроения в любую погоду. Редактор субтитров А.Семкин